Приветствую, друзья! В эпоху древних завоеваний людям приходилось очень непросто. Особенно это касалось молодых девушек, которых охотно брали в плен. Монголы позволяли себе непристойные действия в адрес прекрасного пола. Их действиями руководил грозный Чингисхан, который не видел границ ни в каком деле. Историки до сих пор осуждают его жестокость по отношению к пленницам. Когда монгольские войска захватили Самарканду, они сразу же стали наводить там свои порядки. Завоеватели вывезли из поселений все ценные вещи, животных и женщин. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Несупури. Монголы брали в плен лишь представительниц прекрасного пола. Остальные люди им были просто неинтересны. Лишние пленники были обузы в те времена. Завоеватели истребляли жителей завоеванных территорий, чтобы не иметь с ними никаких проблем. Некоторым из них удавалось вовремя убежать и спасти свою жизнь. Чингисхан приказывал оставлять живых только женщин и детей. Войска брала их в плен и велела следовать за собой. В то время монголов была очень популярна одна традиция. Возвращаясь с дальних походов, мужчины привозили с собой очаровательных наложниц. Они были своеобразными трофеями для завоевателей. Чем больше у монгола было наложниц, тем лучше его почитали в своих кругах. Чингисхан обожал женщин и не мог устоять перед их красотой. Он даже создал себе огромный гарем, о котором потом ходили легенды. К Чингисхану регулярно привозили толпы новых красавиц. Самые отборные девушки из покоренных территорий доставались именно ему. Не зря считается, что где-то у 75% азиатов есть ген Чингисхана. Хан часами развлекался в гареме и оставил после себя много потомков. Как же жилось пленницам в гареме? Монголы сравнивали женщин с пустым местом и не считались их мнением. Положение пленниц в обществе было самым низким. Женщины полностью зависели от мужчины и должны были покорно подчиняться ему. В противном случае ее ждали неприятные последствия. Жесткие монголы не проявляли сочувствия к прекрасному полу. Стоит отметить, что только одной женщине удалось получить высокий статус среди монголов. Речь конечно же идет о принцессе Дергене. Ее муж регулярно напивался и не мог контролировать свои действия. Принцесса же поощряла его в этом. Пока супруг валялся без сознания, все главенство переходило к Дергене. А когда мужчина умер, она и вовсе начала править империей. Для монголов это стало огромным шоком. Стары требовали с Руси дань. Подчиняющихся награждали ярлыками направления. Сопротивляющихся практически истребляли. Плюсом ко всему этому угоняли девушек и женщин в рабство. Если говорить об обычных безродных девицах, то их участь вполне понятна. Или быть угнанной в рабство к какому-нибудь монголу, или быть в это рабство проданной куда угодно. Но что если говорить о девицах и женщинах благородного происхождения? Начнем с того, что при захвате они, конечно же, становились приоритетными целями. Однако, согласно некоторым письменным источникам, дошедших до наших дней, это далеко не всегда значило, что благородная кровь попадет в золотую клетку. Вполне возможно, что часто бывали случаи, когда приз забирал себе тот монгол, который взял женщину в плен. А это вполне мог оказаться кто-то безроду племени. Часто аристократическую кровь продавали в рабство точно так же, только к более благородным господам. Впрочем, иногда и у себя оставляли. Все же высокопоставленные монголы. Многие рабыни, кстати, отправлялись в горем Чингисхана, который содержался, несмотря на то, что у хана была жена. Однако, гордые русские девицы, очевидно представляя, что их ждет, предпочитали не сдаваться в плен, поэтому выбирали смерть, так как сбежать от татара-монгол было просто невозможно. Так, например, жена князя Федора Юрьевича Рязанского, Евпраксия, бросилась из окна высокого терема, а супруга Юрия Всеволодовича Владимирского, Агафья, осталась в горящем Успенском соборе. Однако, была и другая сторона в этом вопросе. Так называемые политические браки. Иногда князья или правители других государств отдавали Чингисхану своих дочерей добровольно, с целью улучшения дипломатических отношений. Бывали, правда, и случаи обратные этому, когда князь брал в жены благородную монгольскую девушку, для того, чтобы, например, получить право претендовать на ярлык. Впрочем, случаи такие были довольно редки. Однако, если подобное случалось, то относились к иностранной женщине на Руси куда лучше, чем к женщине того же статуса из Руси в Орде. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а для того, чтобы быть всегда в курсе наших новинок, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме. Ссылка ниже, в описании видео. Ссылка ниже, в описании видео.